Промывание носа – великолепный способ и великолепный метод лечения острого насморка. Когда у нас есть сопли, когда у нас есть насморк, когда у нас всего много, ирригационная терапия, промывание носа – прекрасный способ. Но это только в период острого воспаления. Постоянное промывание носа, регулярное удаление слизи из полости носа – это громадный вред для слизистой оболочки полости носа. Потому что в носу есть большое количество полезных веществ, начиная от бактерий, заканчивая от белков, которые участвуют в местном иммунитете. Промывая все это в полости носа, слизистая оголяется, становится беззащитная перед вирусами, бактериями, грибами и другими микроорганизмами. Поэтому регулярное промывание полости носа после детского сада, после школы, после работы – это большой вред для вашего здоровья. Не делайте этого. А еще вот про душ и долфин. Если у пациента есть атрофия полости носа, это бывает по разным причинам. Начиная банально от послеоперационной какие-то процессы, климатические факторы, изменения эпителия, и возникает сухость полости носа, то можно либо курсом, либо очень незначительно увлажнять эпителий. По одному впрыску, один раз в день, специальные есть флакончики, аквамарис, аквалор, различные другие спреи с морской водой, с которым есть определенная концентрация калия, натрия, кальция, увлажняет слизистую полости носа. Здесь нужно именно поймать баланс. Не промывает, а именно увлажняет, как духи, как французский душ, который кладется на кожу при вдыхании, то же самое нужно увлажнить слизистую оболочку полости носа, в том числе и обонятельный эпителий. Лучше это делать температурой чуть больше комнатной, потому что на увеличение температуры улучшаются обменные процессы. На 10 градусов увеличивается чуть ли не в 10 раз обменные процессы кровоток. Поэтому погрели, не в холодильнике храните его, а в комнате, погрели на руке, либо под краном, прыснули один раз в каждую половинку носа. Курсом прошли 2-3 недели максимум. Дальше отложили его, не надо делать постоянно. Потом опять через какое-то время можно к этому вернуться. С точки зрения курсовых методов увлажнения слизистой оболочки полости носа.